Актёры Центра современной драматургии «Каледа Центр» приезжают в Курган не в первый раз и полюбились нашей публике за яркость, нестандартный подход и высокий уровень подготовки. То, что это знаковый театр, это, думаю, тоже объяснять никому не нужно. То, что на полу сегодня будут лежать, сидеть в проходах, это, я думаю, тоже вы увидите, потому что желание настолько велико посмотреть театр, в который даже в Екатеринбурге многие попасть. Не могут. И театр приехал в Курган, поэтому люди, конечно, билеты схватали сразу. В этот раз для курганского зрителя они привезли спектакль «Вместо Органта. Новогодняя история». Почему такое название и при чем здесь Органт – один из первых вопросов, на которые хочется услышать ответ. Мы очень долго думали, какое название дать спектаклю, потому что пьеса называется «Царевич заморышек». И мы все подумали, что это не очень как-то заманчиво звучит. И решили, просто поняли, что примерно в это время по телевидению показывают Органта. И как-то так привязали. Основой этого спектакля действительно стала пьеса «Царевич заморышек». А само действие было построено по принципу «рассказ в рассказе». Внуки в новогодний вечер собираются у бабушки и, как в старые времена, читают сказку по ролям. А потом взрыв в шкафу и перевоплощение в сказочных персонажей прямо на глазах изумленного зрителя. Главный герой – молодой человек с ограниченными возможностями здоровья. Именно он – царевич заморышек. Добрый, но несчастный парень, который мечтает быть как все, мечтает о красоте и силе. И одна только фраза, что он готов продать душу черту, переворачивает всю его жизнь вверх дном. Последний, к слову, оказывается среди зрителей. Случайная зрительница театра «Гулевер» по совместительству – черт. Главную роль исполнил Максим Долинин. В процессе подготовки спектакля ему было необходимо сыграть две стороны одного и того же человека – добрую и злую. Последний, кстати, по духу оказался ближе актеру. Сложнее было вживаться в положительного на самом деле. Ну, потому что уже вживаешься, когда в отрицательного, ты уже хочешь его только играть. Даже иногда бывает забываешь о том, что ты хороший. В самом начале даешь сразу плохого. Вот, ну, у нас проблема с режиссером была на этом фоне, что я сразу начинал играть плохого. И он мне такой, нет, стоп, Максим, как бы, ты еще хороший. Я такой, а, да, блин, ладно, да, точно. Вот. И теперь до сих пор каждый раз я слежу за тем, что, как бы, вспоминаю, что я хороший. Зрители ждали неожиданные образы. Ведра на головах героев, разбросанный рис и сырое тесто вместо лица. Но провести параллели и понять идею несложно. А значит, актерский состав и режиссер потрудились на славу. Нет! Пусы не продают! Заразчику, губну, девушки, еще раз! И пошел! Девушка смотрит в усредь. Все это создало удивительный синтез сказки и реальности старых времен и современности. Такое не оставило равнодушным курганского зрителя. Артисты играли с душой. Очень приятное впечатление. Казалось бы, за таким шабашем, но очень глубокий смысл психологический. Очень понравился спектакль. Мне это значит не получил удовольствие. О, спектакль отличный. Очень понравился. Очень такое интересное действие, как бы, да, такое очень динамичное. Актеры играли просто шикарно. Всей семье нашей понравилось. Это очень страшно. Страшно? А что было страшно? Ну, то, что там душу забирали, там, что с ним случилось. Но любая сказка заканчивается победой добра. И даже самые маленькие зрители вынесли для себя простую истину. Продать свою душу за мнимый успех нельзя. Валерия Мельникова, Илья Урванцев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.